День добрый! С вами Смирнова Ирина. И сегодня в этот предпраздничный день мы с вами создадим новогоднюю видео-поздравительную открытку, которую вы сможете разослать всем своим друзьям, знакомым, близким. Делать мы ее будем на инструменте InVideo. Давайте зайдем вот по этой клавише внутрь этого инструмента и пройдем на создание рассылки. В данном случае любое письмо, видео это открытка, либо это музыкальная открытка, в любом случае она является письмом. Поэтому мы создаем с вами рассылку. Проходим вот по этой ссылке, создание рассылки. Теперь наша задача на первом шаге дать название нашей рассылки или нашему письму и выбрать тему для него. Итак, называем рассылку. Поздравление с Новым годом. Темой я запишу 2015 год, чтобы я могла понимать, о чем идет речь в этом письме. Теперь осталось у нас два окна. Первое окно – это электронный адрес, от кого у нас будет приходить рассылка. Вы просто проверяете, что вот в данном случае рассылка будет проходить от такого-то автора, с такой-то электронной почтой. Страница перенаправления после просмотра видео. Вы можете, включив вот эту кнопку, она должна быть синего цвета, сделать последнее окно активным и ввести сюда URL-адрес той странички, которая будет появляться на экране монитора вашего посетителя после того, как он эту открытку закроет. Мы сейчас этого делать не будем. Я выключаю эту опцию и перехожу к следующему шагу. Второй шаг у нас – выбор шаблона. Шаблонов нам NVIDIA предлагает более тысячи. Для того, чтобы мы хорошо в них ориентировались, они разложены у нас по опциям. Выбираем опцию «Праздник». И так как мы готовим открытку к Новому году, мы выбираем Новый год. Здесь нам предложены множество шаблонов. Вы можете просмотреть эти шаблоны, прокручивая страницу колесиком мышки, а можете просто, нажав на клавишу «Увеличить». Она появляется у вас после того, как вы курсор мышки наводите на этот шаблон. Кликаем «Увеличить». И вот здесь вот, благодаря вот этим вот стрелочкам, мы можем просмотреть все шаблоны поближе. Я закрываю этот просмотр. Спускаемся ниже. Ну и давайте выберем такой шаблон, чтобы на нем был уже красиво написан «С Новым годом». Ну вот такой вот давайте выберем. Навожу опять курсор мышки на шаблон, кликаю «Выбрать». И у меня открывается шаблон, с которым я буду работать. С чего я начинаю? Начинаю я с цвета фона, на котором будет расположена моя открытка. Просто серый фон – это не совсем красиво. Поэтому в нижней части экрана я вижу вот здесь такой треугольничек для выбора цвета фона. Цвет фона у меня должен быть яркий, поэтому вот эту черную точку я перевожу в яркую область. Видите, сразу фон стал красным. Но красный фон меня не устраивает. Открытка у меня синяя. Поэтому я должна вот этот бегунок перетащить в синюю область. Ну вот так, наверное, будет немножко ярковато, поэтому я чуть-чуть вот эту кнопку перетаскиваю в серую область, чтобы получить тот оттенок основной, ночной такой цвет, который есть на... Может быть, яркий, наоборот, сделать. Который есть вот на этой открытке. Вот так вот я оставлю. Кликаю по треугольничку, закрывается. Я вот таким образом выбрала фон. Можно выбрать фон иначе. Рядом ссылка «Управление фоном». Кликаем на треугольник. У нас появляется ссылка «Очистить». Я могу, кликнув на нее, «Очистить фон». Могу выбрать из библиотеки фон. Вот здесь представлены в библиотеке. Появляются они только тогда, эти фоны, когда вы их сюда загружаете. Пишу «Закрыть». Или вы можете сразу добавить с компьютера. Тогда вы выберетесь той папки, где у вас хранятся ваши рисунки. Вы можете выбрать с компьютера рисунок. Он у вас загрузится в библиотеку. Из библиотеки вы уже загрузите его сюда. Для того, чтобы рисунок располагался конкретно по всей территории вашей открытки, вы притаскиваете вот эту голубую кнопку, делаете ее активной. То есть функция «Замостить» полностью всю открытку. Дальше выбираем эффект. В данном случае моя открытка при открытии будет выглядеть вот просто так. Она откроется полностью. Я могу сделать следующее. Я могу сделать определенные эффекты. Например, если я кликну вот сюда «Пружина», то она будет у меня вот так вот при открытии странички вздрагивать. Или пульсировать вот таким вот образом. Я сделаю выезд слева. Вот так она будет выдвигаться сюда. Вот этой кнопкой я сейчас пользоваться не буду, но если вы захотите заменить шаблон, он вам не понравился, вы просто кликаете на это. Переходим конкретно к работе с нашей открыткой. У нас здесь два активных поля. Первое поле для добавления видео. Я его перетаскиваю, это видео вот сюда, захватив якорем. Я могу видео уменьшить, увеличить. Я чуть позже вам покажу, как это делается. И я перетаскиваю поле текста. Вот сюда я могу ввести текст. Значит, как раздвигается поле? Слева, извините, справа внизу есть вот такой небольшой треугольничек у каждого поля. Вы захватив его стрелочкой, можете его увеличить, это поле, или уменьшить. Точно так же мы можем сделать с текстом. Итак, начинаем работать с видео. Как я могу сюда добавить видео? Кликаю вот на эту клавишу «Добавить видео». И у меня есть медиабиблиотека, то есть туда, куда я могу добавить, например, какие-то свои личные видео. А могу, кликнув вот на эту клавишу, «Добавить видео с YouTube». Вот для того, чтобы мы с вами не теряли время, я уже подготовила видео. Вот такое вот видео. Я беру ссылку на странице этого видео, вот здесь из строки «Адресный», копирую эту ссылку, захожу в «Редактирование видео» и вставляю ее вот в это окно. У меня появляется видео. Вот оно появилось. Я закрываю и вижу вот это видео, уже установленное на поле открытки. Еще раз повторяю, я могу это видео передвинуть туда, куда мне хочется. Я могу его увеличить в размере. Но я пока увеличивать в размере ничего не буду. Я просто поставлю это видео вот сюда. Теперь работаем с текстом. Для того, чтобы здесь написать текст, надо или его просто написать, этот текст, кликнув вот здесь по полю этого текста, у вас появляется визуальный редактор, очень знакомый вам. И вы можете просто сюда вставить какие-либо слова и пожелания. Но я возьму вот отсюда вот такой вот текст. Четверостиша. Я убираю вот эту ссылку, ваш текст. И вставляю текст в это поле. Текст плохо виден, потому что он темный на темном фоне. Поэтому я его делаю белым. Вот видите, я здесь могу выбрать цвет. Точно так же, как мы выбирали цвет фона. Я выбираю белым, потому что вот здесь тоже все белым показано. Я выбрала его, сделала его белым. Закрываю. Я увеличиваю его в размере, ну, например, на 18. Маловато. Значит, давайте сделаем вот так, на 24. Наверное, можно даже побольше сделать, на 28. Теперь, посмотрите, у нас немножечко получилась маленькая рамочка. Давайте мы ее немножко увеличим, вот так вот передвину сюда. И вот так, чтобы четверостише у нас было установлено ровно. И подпишу свое имя, фамилию. Обратите внимание на то, что вот здесь есть такая маленькая шестереночка. В этой маленькой шестереночке вы можете выбрать цвет рамки. Вот он у нас цвет рамки, такой вот фиолетовый. Вы можете выбрать цвет фона. Я цвет фона выбрала прозрачным. То есть это может быть выбор какого-то либо цвета. То есть вы тогда перетягиваете вот этот вот бегунок сюда, да? В данном случае сейчас кнопочка стоит на белом, поэтому, видите, весь цвет фона стал белым. А можете вытащить его вот этим бегунком и сделать его прозрачным. Я оставляю его прозрачным. Теперь посмотрите, я могу закруглить углы у рамки. Видите, идет закругление уголков. Я могу изменить размер рамки. То есть вот толщину бортика этой рамки. Ну давайте вот так вот мы его вытащим. Вот такая вот пусть будет рамка. Все, этот вопрос мы решили. Теперь я устанавливаю это ровненько, аккуратненько. Вот так вот, чтобы она здесь стояла. Думаю, что, наверное, видео, может быть, и стоит немножечко увеличить. Вот так вот покрупнее сделать. Все, мы с вами сделали. Поздравительную открытку очень быстро и очень просто. Наша задача осталась следующей. Сохранить открытку и отправить. Нажимаем на клавишу не сохранить, а сохранить и отправить. Проходит сохранение. Мы с вами прошли. Посмотрите, у нас с вами галочки зелененькие стоят. Первый шаг названия темы, выбор шаблона, редактирование. И последний останется у нас отправка рассылки. Мы просто кликаем кнопку сохранить. Все, вот у меня появляется вторая видеооткрытка. Первая была открытка с Новым годом. Вторая открытка поздравления с Новым годом. Это у меня сделано на одном шаблоне. Это сделано на другом шаблоне. Что я здесь могу сделать? Я могу редактировать открытку. Я могу ее копировать и я могу ее удалить. Здесь, если я нажму на эту голубую кнопку, то есть создам тестовое письмо, в этом случае тот адрес, который зафиксирован у вас, в вашем аккаунте, на этот e-mail адрес придет письмо с этой открыткой, я могу ее посмотреть. И вот она у меня появилась, эта открытка. И она сразу стала проигрываться. Я ее закрываю, эту открытку. Теперь посмотрите, что мы здесь видим дальше. Дальше мы видим, что здесь есть возможность у вашего посетителя распространить вашу открытку в социальных сетях. И ссылка. Хотите создавать и отправлять такие открытки? Если ваш посетитель захочет это сделать, то он перейдет на ваш аккаунт с вашей реферальной ссылкой и будет использовать точно такой же конструктор. Как мы будем распространять открытку? Вот когда мы с вами увидели эту открытку в браузере, то у нас вот здесь появляется в адресной строке ссылка. Вот она, эта ссылка. Я ее копирую, эту ссылку. И эту ссылку вы можете, введя в адресную строку, проверить, будет ли отображаться у вас ваша открытка. Вот она отображается, эта открытка. И именно... Давайте мы ее выключим. И именно эту ссылку вы будете распространять и в социальных сетях, и в письмах. И в скайпе можете отправить такую же ссылку. Чтобы она была красивой, у вас есть такие ресурсы, которые делают короткой эту ссылку. Но можно отправлять и такую, какая у вас получилась. Итак, мы с вами создали музыкальную поздравительную открытку с Новым годом. Очень быстро и очень просто. Всего вам доброго. С наступающим Новым годом. С вами была Смирнова Ирина.